Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас урок 6, unit 6, present simple negative. Отрицание в простом настоящем времени. Как вопросы задаются в простом настоящем времени? Если мы рассматривали в простом настоящем времени глагол to be, то глагол to be сам вопрос по себе может задать. То есть он задает вопрос сам. То есть ему не требуется никакой вспомогательный глагол, никакой глагол помощник, он сам помощник, он сам специальный глагол, который задает вопрос, меняя местами, когда мы меняем подлежащее, то есть выносим его в начало, то получается вопрос. Здесь же у нас с простыми глаголами нам требуется вспомогательный глагол do. Отрицание. Ну вот как посмотрим здесь на примере. Девушка предлагает кофе. Нет, спасибо, я не пью кофе. Или в третьем лице. She doesn't drink coffee. Она не пьет кофе. Или вот здесь парень тут запарился на работе, устал. I don't like my job. Мне не нравится моя работа. He doesn't like his job. Ему не нравится его работа. Как вы видите, у нас используется глагол do и частица not. Отрицательная частица not. Например, утвердительное предложение, да, и ответительное предложение. Negative. I work, я работаю. I do not work. Я не работаю. We like, нам нравится. We do not like. Нам не нравится. В разговорной речи это чаще всего сокращается, и мы говорим I don't work. Или I don't like. Ну, иногда говорят полностью, не сокращенно, но это значит, что вы усилите предложение, да, то есть иногда это означает усиленное предложение, то есть, например, ну, когда вам что-то кто-то говорит, там, поработайте, да, сделаю что-нибудь, а вы говорите I do not work, я не работаю, да, то есть это означает, что, блин, ну, вот вы делаете акцент на этом. Или вот можете видеть разные полицейские задержания на ютюбе, когда полиция задерживает, она обычно дает такие команды do not move, то есть не двигайтесь, да, это делается для усиления как раз. Ну, в разговорной речи обычно мы говорим все время, то есть don't move, не двигайся, don't like, I don't like, мне не нравится, например, да. Ну, давайте по списку. We like, нам нравится. We don't like, нам не нравится. You do, ты делаешь, или вы делаете. You don't do, вы не делаете. They have, ну, я буду сразу читать сокращенно, потому что в разговорной речи все используют сокращенные варианты, и так будет проще вам запомнить. They have, они имеют. They don't have, они не имеют. He works, он работает. He doesn't work, он не работает. She likes, ей нравится. She doesn't like, ей не нравится. It has, оно имеет что-то. It doesn't have, оно не имеет. Ну, примеры еще здесь у нас. I drink coffee, but I don't drink tea. Я пью кофе, но я не пью чай. Sue drinks tea, but she doesn't drink coffee. Sue пьет чай, но она не пьет кофе. You don't work very hard. Ты не работаешь очень усердно. We don't watch TV very often. Ну, мы не смотрим телевизор очень часто. The weather is usually nice. Погода обычно приятная. It doesn't rain very often. То есть, ну, дождь не льет очень часто. Sam and Chris don't know many people. Sam и Крис не знают много людей. Remember, запомните. I, we, you, they. То есть, с этими местоимениями мы используем глагол do, it's not. То есть, don't. I don't like, например. I don't like football. Мне нравится футбол. Или, we don't like football. You don't like football. They don't like football. Им не нравится футбол. Но с he, she, it мы используем doesn't. То есть, he doesn't like football. Ему не нравится футбол. Это правило нужно запомнить. То есть, I don't, he doesn't. We don't, she doesn't. You don't, it doesn't. Например, I don't like Fred, and Fred doesn't like me. То есть, мне не нравится, я не люблю Фреда, и Фред не любит меня. Мне не нравится Фред, и Фреду не нравлюсь я. My car doesn't use much petrol. Моя машина не использует много бензина, топлива. Почему мы поставили здесь doesn't? Потому что my car, какие местоимения можно заменить? Eat. Поэтому мы используем doesn't. Sometimes he is late. But it doesn't happen very often. Иногда он опаздывает. Но это не случается очень часто. Дальше. Примеры еще. We use don't, doesn't. В общем, мы используем don't, doesn't плюс инфинитив. Ну, don't, doesn't у нас глагол do, он не переводится на русский язык. Он является помощником, вспомогательным глаголом. То есть, просто для конструкции мы его используем. А вот инфинитив, вот здесь вот будет как раз like, speak, do, да, это глаголы у нас как раз смысловой, да, смысловой глагол, который мы именно на русский язык и переводим. То есть, когда мы говорим I don't like football, мы же переводим только like, то есть, мне не нравится футбол. Вот примеры. I don't like washing the car. Мне не нравится мыть машину. I don't do it very often. То есть, я не делаю это очень часто. Sarah speaks Spanish, but she doesn't speak Italian. Sarah разговаривает по-испански, но она не разговаривает по-итальянски. Да, здесь в скобках дается вариант, как нельзя говорить опять, да, doesn't speaks. То есть, если у нас в удовлетворительном предложении мы бы сказали бы she speaks, то уже после отрицания уже s у нас у глагола мы убираем. То есть, doesn't speak, да. То есть, глагол будет употребляться в первой форме. David doesn't do his job well. David не выполняет свою работу, не делает свою работу очень хорошо. В скобках написано, как нельзя. David doesn't. Ну, это тут просто, да, без глагола нельзя, да. Здесь обратите внимание, что два раза глагол do используется doesn't do. То есть, первый раз он используется как помощник, как вспомогательный. Второй раз он используется как смысловой глагол. Так можно делать. Так применяется глагол do. Paula doesn't usually have breakfast. Paula обычно не завтракает. Так, тут у вас дальше упражнение. Exercises. И write negative. То есть, напишите отрицательное предложение. I play the piano very well. Я играю на пианино очень хорошо. I don't play the piano very well. То есть, я не играю на пианино очень хорошо. Ну и в таком ключе нужно будет сделать все целиком упражнение. То есть, Анна играет на пианино очень хорошо. Анна не играет на пианино хорошо. Они знают мой номер телефона. Они не знают мой номер телефона. Во втором упражнении. Study the information and write sentences with like. То есть, изучите информацию и напишите предложение с like. Ну, как здесь нужно делать упражнение? То есть, вот задаются вопросы. Ben and Sophie, Kate и вам. Вот пример. Ben and Sophie like classical music. То есть, Ben и Sophie любят классическую музыку. Нравится классическая музыка. Да, вот вопрос. Classical music, да? Do you like classical music? Они говорят, yes. Да. Дальше Kate no отвечает. То есть, надо сказать, что Kate не любит классическую музыку. Вы. Ну, это уже, да, вы от себя напишите. В третьем упражнении. Write about yourself. Напишите о самом себе или самой себе. Используйте вот эти вот наречия. I never, я никогда что-то не делаю. I often. Да. С never у нас don't нельзя использовать. Да. То есть, просто какой-нибудь любой глагол нельзя использовать don't. У нас не может быть два отрицания в английском языке. Поэтому, да, never, если есть, то уже don't не используется. Просто утверждительный глагол. Глагол в утверждении. I often, я часто. I don't, там, very often. Я не делаю что-то очень часто. Например, I don't watch TV very often. Я не смотрю телевизор очень часто. Или I never watch TV. Я никогда не смотрю телевизор. Или I often watch TV. Я часто смотрю телевизор. Ну и таким образом. Тут у нас theater. Go to the theater. Да, вы скажете, ходите в кинотеатр или нет. Ride a bike. На велосипеде, в общем, гонять. Да, совершайте прогулки на велосипеде. Eat in restaurants. В общем, in restaurants. Кушать в ресторанах. И travel by train. Ну и, соответственно, пишите. Если вы путешествуете или нет. В четвертом упражнении. Complete the sentences. Завершите предложение. All of them are negative. Все из них отрицательные. То есть используйте don't, doesn't. И эти глаголы. This word. Plus these verbs. Cost. Go. No. Rain. Sea. Use. Aware. Cost. Стоить. Go. Идти направляться. No. Знать. Rain. Лить. Дождь идет. Дождите. Я не знаю. Такой глагол. У нас нет такого глагола. Лить. Да. See. Видеть. Use. Использовать. Wear. Одеваться. Носить одежду. Ну и здесь вам нужно будет использовать отрицательные формы. Да. То есть используя don't, doesn't и плюс глаголы. The weather here is usually nice. It doesn't rain much. То есть погода обычно приятная здесь. И дождь не идет много. Не льет много. И в пятом упражнении, в последнем упражнении нужно будет поставить глагол в правильной форме. Positive or negative. То есть утвердительная или отрицательная форма. Например, первый вариант уже есть. Margaret speaks four languages. English, French, German and Spanish. Margaret разговаривает на четырех языках. Английский, французский, немецкий и испанский. I don't like my job. It's very boring. Мне нравится моя работа. Она очень скучная. Очень скучная. И дальше вот у вас здесь упражнение. Нужно будет вставить в скобках уже глагол, который don't, то есть должен использоваться в скобках no, talk, drink, believe, like, eat. И нужно будет подставить правильный глагол don't, doesn't, например. Или будет вообще может быть утверждение без этого глагола. Все. На сегодня наш урок закончен. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...